А что, знаете, что это за организация такая? А что она по-вашему делает? Я не буду, я течение на какие вопрос ваши. Задержания у Верховного Суда 28 декабря продолжались и до и после заседания по иску Генпрокуратуры о ликвидации Международного Мемориала. Власти считают его иностранным агентом. В служебном транспорте оказались и те, кто пришел поддержать мемориал, и прокремлевские активисты, представители НОДа и движения «Ветераны России». Нацистов защищать, идите за границу, там они вовсю процветают. А пока у нас есть Путин, вам дороги не будет. Идите к своим американцам и берите у них бабло. Резко изменилась и риторика представителей прокуратуры. Если на первых заседаниях они указывали на формальные причины, вроде нарушений маркировки иноагентов, из которых не погашено только одно, отмечали адвокаты-ответчика, то теперь в прениях прокуроры говорили, что мемориал практически полностью сосредоточился на искажении исторической памяти, в первую очередь о Великой Отечественной войне, и якобы создает лживый образ СССР как террористического государства. Накануне заседания движения «Ветераны России» обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверки мемориала. По их информации, в базе данных жертв сталинских репрессий из более 3,5 миллионов фамилий обнаружились 19 человек, сотрудничавших с нацистским режимом. В мемориале официально заявили, что проверяют эти сведения, допустили возможность ошибки, но заметили, что в этом списке есть и те, кто был официально реабилитирован прокуратурой России. Прокуроры в прениях вышли за рамки собственного искового заявления, отметил адвокат Генри Резник. Вспомнились формулировки такие, которые были вообще на процессах 30-х годов. Ну и появление вот этого заявления ветеранов, оно тоже, конечно, было не случайно. Мы это расцениваем как свидетельство осознания слабости чисто правовой позиции. Само это дело по природе своей политическое. Ты же понимаешь. Пять комитетов ООН признали российский закон об НКО иноагентах, не соответствующим международному праву, подчеркнул в прениях адвокат Григорий Вайпан. Среди аргументов из ЦА решение Конституционного суда, не нашедшего противоречий с Конституцией в законе об иноагентах. Но суд не проверял размытые правила маркировок, в законе нет четкого определения, и не рассматривал вопрос о том, какую именно продукцию нужно маркировать, продолжил адвокат. Но прокуратура упорно ссылается именно на это постановление. В этом процессе все перевернуто с ног на ногу. Мы видели, как административный степь ссылался на нарушение международного мемориала и норм международного пакта о гражданстве и политических правах, и конвенция права ребенка, и других международных документов. Но на самом деле все наоборот. Нарушитель здесь не международный мемориал, нарушитель здесь российское государство, которое приняло закон об иностранных агентах. И это официальная оценка органов Организации Объединенных Наций, которые контролируют исполнение России и ее международного права обязательства. Вопрос о соразмерности наказания за нарушение правил маркировки адвокаты ответчика назвали ключевым. Это, впрочем, не остановило суд от удовлетворения иска прокуратуры. Судья Алла Назарова огласила резолютивную часть своего решения. Административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации и Духи-Парин, ликвидировать международную общественную организацию международной с только просветительской благотворительной и правозащитное общественное мемориал, ее региональное отделение и иные структурные подразделения. Позор! 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 Я думаю, что это плохой сигнал. Это произвольная интерпретация законов, это всегда плохой сигнал для любого общества. Сегодня мы наблюдали демонстрацию абсолютной несостоятельности претензий к прокуратуре и то, как суд прореагировал на вполне очевидную несостоятельность. Желание прокуратуры выше закона. Представители прокуратуры не стали комментировать решение, быстро покинув зал заседаний через служебный ход. В мемориале заявили, что обжалуют постановление. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.